нет мы начинаем наш очередной вебинар из серии вебинаров про то про про полезные вещи для начинающего предпринимателя меня зовут олеся как меня слышно поставьте плюсики если все хорошо слышно и видно так 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 все супер класс вижу да мне зовут зовут олеся я занимаюсь организацией мероприятий в акселераторы free и сегодня я буду вашим модератором у нас сегодня второй вебинар из серии на той неделе мы говорили про то как добывать рекламный трафик в 2002 году сегодня миша жатров расскажет нам как подготовить продающий пич и презентацию также в конце во второй части сегодняшнего вебинара у нас будет практическая часть кто-то из вас несколько счастливчиков сможет пропичать и получить обратную связь от миши от эксперта те кто не был на том на прошлом вебинаре все записи мы выкладываем наш чат-бот поэтому вы можете подписаться по кнопочке которые у нас ниже и запись сегодняшнего вебинара тоже будет там же в чат-боте также хотела бы сказать что финале нашей серии вебинаров у нас пройдет большая экспертная сессия на которой те участники которые пройдут отбор смогут поговорить один на один с экспертами акселератора free и получить обратную связь на свой бизнес поэтому кому это актуально тоже по кнопочке внизу приглашаем вас зарегистрироваться если вы до сих пор это не сделала и ждите результаты отбора мы скоро напишем вам письмо вот на этом я наверное предисловие закончу приглашаю мишу миша директор по стратегическим инновациям детей тех фонда fpv global а также экс руководитель скаутинга в фри всем привет спасибо большое за приглашение очень рад снова выступать и принимать участие в вебинарах фри во фри действительно проработал очень долго протяжении там практически раз с разными с фразами проект на деятельность при жизни лет пяти поэтому особенно отрадно и приятно выступать вот действительно сегодня мы с вами поговорим про то как подготовить продающий пичи презентацию у нас будет две части первая часть я буду выступать во второй части будете выступать вы я параллельно постараюсь смотреть в чат и видеть ваши вопросы и стараться на них отвечать но наверное все таки будут будут делать какие-то паузы смотреть чат и отвечать по ходу то есть не в реал тайме вот да собственно второй части у нас будет ну как бы я постараюсь управиться минут в 50 сейчас чтобы рассказать чтобы сделать свою презентацию вот и после этого наверное мы послушаем от трех до пяти презентаций еще минут на 30-40 и я постараюсь опять же в режиме реального времени дать вам обратную связь вот ну что поехали давайте начинать еще пару слов обо мне кто я такой я на текущий момент работаю сейчас работаю в венчурном диптех фонде мы активно достаточно работаем с технологическими компаниями которые занимаются при помощи диптеха машин лернинга и все праздновать разных подобных технологий адаптации и трансформации большого индустриального бизнеса до этого я действительно на протяжении пяти лет работал во фри фонде развития интернациатив занимался разными задачами начиная от регионального развития и маркетинга и скаутинга венчурного именно венчурного направления ну то есть региональное развитие раз акселерационного направления и также достаточно большой скоб задач был связан с инновациями разного рода корпоративными инновациями вот и помимо этого я какое-то время провел в штатах работал в вместе с акселератором техстарс я работал в университете штата колорадо в городе болдер и много работал с акселератором техстарс мы делали там разные мероприятия в том числе и большой стартап weekend и разные университетские истории вот и до этого еще есть опыт работы в стартапе поэтому я знаю с нескольких сторон историю с презентациями как со стороны стартапа так и со стороны инвестора да и в начале этого года как адвайзер я присоединился к одной технологической компании как раз таки ребятам помогаю с фондрейзингом из инвестиционной стратегии поэтому этот путь прохожу ну даже в режиме реального времени сейчас с двух сторон как со стороны фонда так и со стороны компании так как мы сейчас закрыли не так давно закрыли один инвестиционный раунд компания закрыла вот и соответственно скоро будут фондрейзить уже следующий также у меня достаточно большой опыт работы с корпорациями на российском рынке наверное поработал с большую часть с большей частью компаний также у меня есть опыт развития стартап экосистем иностранных но на таком постсоветском пространстве я много работал в казахстане с местными акселераторами и помогал им опять же со стратегией с позиционированием и в таджикистане вот ну и собственно работал во многих корпорациях со многими скорее не во многих корпорациях со многими корпорациями и помогал им развивать развивать инновационное направление ну что теперь давайте пробежимся по нашему плану о чем мы сегодня поговорим собственно будет четыре таких больших блока про начнем не сразу с места в карьер начнем с инвестиционных стадий какие бывают стадии какие критерии каждой стадии и задачи каждой из них первое что мы сделаем мы определимся на какой стадии находится ваша компания например вы это сделаете и это обязательный первый шаг прежде чем делать инвестиционную презентацию определиться на какой стадии вы находитесь затем определиться со списком и каналами для поиска своего инвестора и собственно дальше как сделать качественный питч и заинтересовать вашего инвестора и сравним продуктовую инвестиционную презентацию ну и обязательно я вам дам структуру презентации дальше вы уже сможете ее адаптировать под свои нужды под свои запросы под задачи что вы пичите продукт либо инвестиционную делайте презентацию собственно обо всем об этом мы с вами поговорим и так давайте тогда начинать сейчас есть тебе поставлю таймер чтобы чуть-чуть наблюдать за временем вот так начнем с базовых вещей первое что нужно сделать все таки для компании прежде чем вы начинаете процесс фандрейзинга начинаете делать свой инвестиционный питч нужно определиться с той стадии на которой вы находитесь собственно есть вот такие четыре наверное основных стадия ну и будем будем называть это такие ключевые стадии развития стартапом первое это совсем совсем ранняя стадия когда не стоит рассчитывать на инвестиции когда есть команда когда есть уже близость к mvp либо какой-то первый минимальный продукт готов к сожалению на этой стадии нельзя всерьез рассчитывать на инвестиции скорее это разного рода гранты на следующей стадии это стадия пресид когда есть уже команда когда есть понимание рынка есть первые пользователи самое главное есть mvp минимум viable product минимальный жизнеспособный продукт следующий это уже более зрелые стадии это сид и раунтей на сиде есть уже положительная юнит экономика подтверждение масштабируемости и какой-то темп роста как минимум в экселе и есть рынок который все-таки позволяет еще расти на каком-то промежутке времени и раунтей где в первую очередь стоит инвесторы смотрят на цифры когда есть понимание того что юнит экономика сходится на ближайший год-два есть темп роста сохраняющийся и все-таки есть куда расти на протяжении ближайших трех-пяти лет рынка все еще достаточно чтобы переходить из стадии стадию компания что в первую очередь должна сделать это решить проблему и найти продакт-маркет фит научиться зарабатывать на этом рынке и продолжается какой-то быстрый рост на длительном периоде теперь то же самое но в цифрах я здесь не буду останавливаться на на деталях презентация у вас будет я не против что коллеги поделятся ею с вами собственно вы сможете посмотреть и прикинуть все-таки на какой стадии вы находитесь читая первый слайд предыдущие слайды и этот но все-таки если остановиться на чеках пресид стадия это чек от 50 до 200 тысяч долларов седовая стадия 200 до миллиона раунды до пяти миллионов и следующий раунду уже начиная от пяти миллионов все-таки это цифры такие достаточно средние если сказать говорить про российский рынок то скорее то что считается наверное даже прессе дом на американском или на европейском рынке то это скорее сид для российского рынка но как бы все быстро меняется поэтому как бы цифры достаточно примерные но как таргет их можно рассматривать собственно первое что нужно сделать все-таки это определиться с той стадии на которой вы находитесь потому что прежде чем в этой дне сделаете следующий стадии фандрейзинга вы перейти не сможете потому что у каждого инвестора у каждого инвестиционного фонда у каждого ну скорее не бизнес ангел и но именно инвестиционного фонда есть свой единственный таргет в качестве таргета коллеги рассматривают мы как фонд тоже рассматриваем компании разных стадий примеру есть инвесторы которые не инвестируют совершенно на АРАУНДДЕЙ, который инвестирует только на СИДЕ или на ПрЕСИДЕ, то в эту же очередь достаточно большая часть инвесторов вообще не инвестирует на суперранних стадиях, на ПрЕСИДЕ, на СИДЕ, когда, если опять же здесь посмотреть, когда есть только минимальный продукт или вообще этого продукта нет, соответственно, на этой стадии многие не инвестируют. Поэтому это очень важно, прежде чем идти фандрейзить, нужно определиться с вашей стадией. Параллельно заглянул в чат, Рустем, да, мои контакты будут с презентацией и вы мне сможете написать в любой момент. Теперь по шагам, что нужно сделать. Со стадии определились, здесь 5 инвесторов. Самое первое простое, все то же самое, как и с поиском клиентов, как с точки зрения бизнес-девелопмента компании, с точки зрения привлечения клиентов и продаж, профиль инвестора, лонглист, сделать инвестиционную презентацию, попросить кого-то либо найти и сделать теплое интро, ну и, соответственно, питч. На пункте 3 и на 5 мы остановимся чуть позже и это, по сути, наша основная с вами часть. Но это сделать, проговорить тоже, я считаю, обязательно. Профиль инвестора. Я не зря вам показал предыдущий слайд. Предыдущие слайды, как я уже сказал, со стадиями. Важно определиться, на какой стадии вы находитесь и от этого уже смотреть вашего инвестора потенциального. В какие компании он инвестировал, с каким средним чеком и какие задачи, как смарт-мани, как умный инвестор, смарт-инвестор он может закрыть. Потому что инвестор – это не всегда про деньги, это еще и про экспертизу, про нетворк, ну и про все вот это вот связанное с бизнес-девелопментом. Где искать? Это Crunchbase LinkedIn, наиболее понятные и простые инструменты. У Crunchbase есть бесплатная подписка, которая в целом на базовом уровне позволяет искать какую-то информацию. С платной подпиской придется постараться, но я думаю, что пути решений можно найти. Ну и LinkedIn. LinkedIn тоже замечательный инструмент, где можно делать теплые выходы, смотреть, развивать свой аккаунт, искать связи и, соответственно, опять же, коннектиться с инвесторами. Вот, например, скриншот с сайта венчурного фонда Altair Capital, один из самых успешных и активных венчурных фондов. Собственно, здесь, как пример, можно увидеть фокус фонда и на каких стадиях фонд инвестирует. Можно понять, например, в этой части, в какие компании не инвестирует Altair Capital. И в целом любой такой значительный фонд, который достаточно активно инвестирует, имеет вот подобное описание в своих, опять же, страницах в соцсетях, на сайтах и так далее. И, опять же, в том же кранчбейсе все это есть. И такого рода исследование, такого рода ресерч позволяет определиться все-таки с таргетом, с тем конкретно фокусным инвестором, к которому вы хотите прийти. У меня есть вот такой пайплайн, вернее, фреймворк работы с пайплайном инвесторов. Собственно, я использую его сам, использую, опять же, с некоторыми, кому я помогаю. Позволяет структурировать и какой-то свой подход к фондрейзингу и поиску инвесторов. Поэтому рекомендую пользоваться, он у вас будет. Что нужно сделать дальше? Составить лонглист в порядке приоритета. Кто отвечает, например, за воронку в фонде, с этим должно быть тоже понятно. Не писать в холодную. Очень важно найти кого-то, кто может сделать вам качественное интер, чтобы вы не скучались в холодную на общие ящики. И очень важно написать какое-то персонализированное письмо, заинтересовать читателя. И это уже, по сути дела, первый ключик к вашей презентации. Тот человек, который будет читать ваш текст, он должен захотеть открыть вашу презентацию, прочитать и в идеальном сценарии связаться с вами. Вот есть несколько примеров из реальной жизни, опять же, из моего опыта общения с компаниями, с предпринимателями. Это скриншоты из LinkedIn. Вот есть три плохих примера и один хороший пример. Первый пример. Опять же, на тот момент я работал во фри. Здесь коллеги пишут, не совсем традиционный способ. Я CEO такой-то компании, мы IoT-компания, это, значит, хардверная компания, интернет вещей. Мы Dream Team, делаем классный продукт и делаем первый выход на рынки. Мы хотим поднять 5 миллионов долларов при A, чтобы поддержать продажи. В целом, заход неплохой, но коллега не удосужился посмотреть, где я работаю, в каком фонде и какой фокус нашего фонда. Но, по сути, в LinkedIn это можно найти. Следующий пример. Алексей, добрый день. Меня зовут, я из компании. Занимайтесь маркетингом, делайте e-mail-рассылки для клиентов. Но я не Алексей. К сожалению, дальше наше общение не задалось. Мы не пообщались. Кажется, коллега пришла не по адресу. И третий пример. Доброе утро, Михаил. Я делаю B2B-платформу, которая помогает бизнесу. В целом, я даже не понял, о чем речь. Очень непонятно. Это B2B-платформа. О чем речь? Непонятно. Еще пытаются сделать так, чтобы я еще сам куда-то написал. Пример плохой. И классный пример, который зацепил, и мы даже уже перешли на несколько стадий общения. Добрый день. Меня зовут Такта. Я являюсь учредителем компании. Платформа для помощи построения карьеры для профессионалов Израиля. Наша экосистема состоит из двух продуктов. Платформа поиска работы. Первый – Marketplace. Кадровый резерв включает в себя 25 тысяч соискателей. Среди наших клиентов-работодателей – телефон PWC Infinity Labs. Получили пресид в размере 450 долларов, 450 тысяч долларов. Буду рада созвониться и рассказать о компании. В общем, классный пример. Цепляющий. Понятно, что делают. Понятно, текущая стадия. Понятный интеракшн, набор партнеров и так далее. И классно, что коллеги уже подняли раунд. Значит, это является каким-то подтверждением жизнеспособности, что в эту компанию уже кто-то поверил. В общем, мы перешли уже к следующему этапу общения. По какому адресу вам пишут в данном примере? В LinkedIn. Вопрос, есть ли смысл ходить в иностранные фонды за инвестициями сейчас? Да, конечно, имеет смысл. Многие продолжают инвестировать. Да, есть ограничения, но от этого никто не отказывается. Ну, собственно, вот этот этап прошли. Определились со стадией, с пониманием того, кто ваш инвестор. Ну и переходим к тому, ради чего мы собрались. Готовим презентацию. Самое первое, что нужно сделать, это определиться, для чего вы презентуетесь. Предыдущие примеры были про инвестиции. Но есть еще несколько вариантов, для чего нужно делать презентацию. Ну, еще один, второй, самый простой пример – это продать продукт. Что вы делаете в продаже. Собственно, вы должны заинтересовать ваших потенциальных пользователей, чтобы они купили. И начали пользоваться вашим продуктом. Еще примеры – найти людей в команду. Как правило, бывает так, что кого-то не хватает. И такого рода презентации, не знаю, выступления на каких-то мероприятиях нужны как раз для этого. То же самое – привлечь партнера. К примеру, у вас в компании, в команде есть хорошие технические компетенции. Вам нужен кто-то с классной сейлс-частью, кто умеет хорошо продавать. Поэтому презентация может быть еще и для этого. Ну, начнем немножко с теории. Я люблю такую методологию, как пирамиду Минта. Была разработана, примерно появилась, наверное, в 60-х, 70-х годах 20 века. Названа она по имени Барбара Минта. Она работала в одной из крупных консалтинговых компаний. Собственно, в чем суть? Суть в том, что это такой способ изложения материалов в такой достаточно строгой иерархии, где наверху находится главная идея, а в основании находятся уточняющие детали. То есть и то же самое в процессе вашей презентации по ходу повествования. Вы, по сути дела, отвечаете на какие-то вопросы, которые могут возникать в голове у ваших слушателей. Собственно, вы последовательно раскрываете содержание презентации и показываете какую-то четкую логику своего повествования. Собственно, наверху, как я уже сказал, есть какая-то вводная часть, ситуация, проблема, вопрос, есть какое-то дополнительное главное утверждение дальше и аргументы, которые подтверждают все эти вышеизложенные тезисы. То же самое по презентации. Как это может выглядеть? Самое первое. Да, есть три основных момента. Собственно, это вступление, это основная часть и заключение. Ничего нового, никакого. Rocket Science. Мы все писали с вами рефераты, все писали курсовые работы. Все это там есть. Это наша основа. Ну и дальше. Собственно, уже какие-то уточняющие вещи. В вступлении вы должны поприветствовать тех, кто вас слушает, описать краткую суть проекта и какую-то ситуацию, в которой возникает та проблема, та ситуация, когда нужно воспользоваться вашим продуктом. Ну или, например, пользователь не видит возможности жить без вашего продукта. В основной части мы уже рассказываем про решение, которое, по сути дела, закрывает ту боль, которая есть в той ситуации и какое-то подтверждение того, что это решение работает. Ну и в заключении есть какой-то call to action, призыв к действию, что должны сделать, слушать или, не знаю, связаться с вами для того, чтобы дать вам миллион долларов. Либо, не знаю, скачать по ссылке, не знаю, прийти вместе с вами, пойти вместе с вами делать классный бизнес большой. Ну и прощание, нужно попрощаться и, опять же, как-то закрепить какое-то общение с вами. Ну и какие-то уточняющие вещи в качестве ситуации – это описание проблемы, в качестве решения, когда вы рассказываете про ваше решение про продукт, это клиенты и конкуренты, кто ваши клиенты, кто ваши конкуренты, в качестве подтверждения того, что ваша история и ваш бизнес работает. Это какие-то цифры, ваш трекшн, ваша команда, ну и так далее. И в качестве прощания тот самый call to action, который был до этого, и ваши контакты, как с вами связаться. Вот она базовая структура, но чуть-чуть переложенная в методологию. Еще раз, самое главное, на чем нужно держать внимание – это правильно сделать вступление, и чтобы у людей сложилось хорошее, правильное впечатление, заложить, в общем, это впечатление в самом начале. В основной части важно рассказать про то, что вы делаете, что из себя представляет ваше решение, и подтвердить чем-то, какими-то артефактами, моментами, что эта штука работает. И в заключении нужно заставить людей сделать какую-то вещь, какой-то call to action, какое-то действие совершить, связаться с вами для того, чтобы поговорить про инвестиции, скачать ссылку, берите по ссылке там и так далее. В общем, вот, поговорили про методологию, давайте теперь поговорим про контент, про, собственно, то, что может быть под капотом вашей презентации. Скажу сразу, что здесь большинство скриншотов сделаны с демо дней фри. Я считаю, что на демо всегда такие выступают компании с образцово-показательными презентациями, потому что я очень, поэтому я очень люблю приводить это в примеры, поэтому 90% примеров будет оттуда. Очень важно, что вот такой цифры показательные, что даже на репетицию одноминутного питча уходит целых 20 часов на репетицию. Иногда бывает несколько профессиональных тренеров, и не менее трех раз полностью меняются слайды. Поэтому к этому делу нужно подойти достаточно основательно, заложить много времени, заложить возможность пообщаться с людьми, чтобы получить какую-то обратную связь. Но, в общем, даже на репетицию одноминутного питча уходит столько времени. Очень важное «но», и я прям призываю постоянно это держать в голове, что та презентация, которую вы готовите для выступления, это совершенно другая презентация, нежели вы, которую вы отправляете по почте. Потому что в случае с презентацией для выступления вы делаете… То есть презентация нужна для того, чтобы дополнять какие-то ваши тезисы, ваши слова и акцентировать на чем-то внимание. В случае с презентацией для рассылки у читателя в этом случае уже нет возможности вас послушать и акцентировать на чем-то внимание и задать какие-то доп. вопросы. Поэтому слайды будут в этом случае более объемные, там будет больше информации какой-то и так далее. Какие бывают варианты презентации? Ну, я выделяю их три. Это elevator pitch, когда мы говорим про и, в первую очередь, питчим идею. Публичная презентация, она может быть инвестиционная, она может быть продуктовая. Говорим больше про проект. И в подробной презентации, в какой-то уже такой более объемной, когда уже, как правило, заданы доп. вопросы, и вы уже переходите в такой более зрелый вариант переговоров и общения, это такая более подробная презентация, где большой акцент делается на команду. И давайте вот сейчас пробежимся по трем основным видам презентаций. Итак, двигаемся дальше. Я просто зашел в чат, посмотрел, постараюсь ответить тоже на вопрос чуть позже. Elevator pitch. Он длится одну-две минуты. Как вас зовут? Проблема решения и call to action. Все просто, все быстро. Вы должны это сделать за минуту, заинтересовать потенциального инвестора, покупателя, еще кого-то, потенциального клиента, чтобы он захотел что-то сделать. Продуктовая презентация, она уже, конечно, побольше и длится от трех до пяти минут. В первую очередь это, опять же, как вас зовут? Описание проекта, профиль клиента, проблема решения, как это работает, конкуренты, но, опять же, не углубляясь. Рынок, не углубляясь. Какой-то план развития, текущие показатели и команда, кто есть и кто нужен. И инвестиционная презентация, вот такой набор слайдов, набор тезисов, которые существуют, наверное, это такой наиболее для меня сейчас, как такой таргет, как цель, как структура, то, что я и использую сам, и призываю использовать компании, кому помогаю. Какая-то общая информация, клиент, проблема решения, стадия продукта, и что уже есть, выручка, пользователи, платящие клиенты, подтверждение спроса в России или за рубежом, какие-то финансовые показатели, план затрат, юнит экономики и так далее, рынок, очень важно, емкость рынка и понимание того, какую долю на этом рынке вы можете занять. Российские и зарубежные клиенты, команда, обязательно команда, это очень важный слайд, опыт запуска бизнеса, какие компетенции закрыты, и запрос на инвестиции, обоснование потребностей и вообще с какой целью вы занимаетесь фандрейзингом. Ну и в самом конце призыв к действию, call to action. Вот два таких примера, как могут по-разному выглядеть одни и те же слайды в презентации, ну или там рассказ об одних и тех же вещах в случае сообщения с инвестором, и когда вы рассказываете просто про свой продукт. Если мы говорим про конкурентов в общении с инвестором, что важно показать, что вы знаете, кто ваши конкуренты, в данном случае наши конкуренты АБЦД, косвенные такие-то, такие-то. Каждый из них занимает долю рынка не более 10%, при этом оборот конкуренции составляет столько-то миллионов долларов. При этом важно сказать, что мы со своим продуктом, со своей технологией готовы занять какую-то долю, определенную долю на рынке. Ну и в случае с продуктом, в этом случае можно рассказать о том, что из себя представляет ваш продукт. Я думаю, вы слышали про нашего конкурента, который схож в целом с нашим, но мы работаем с другой целевой аудиторией, усовершенствовали технологию и нашли какой-то способ дешевле привлекать клиентов. Собственно, слайд один, аудитории целевые, для кого вы пичите, рассказываете разные, поэтому и подача будет абсолютно разная. Об этом нужно думать, и прежде чем вы начинаете делать вашу презентацию, нужно задать тебе этот вопрос, а зачем я ее делаю, и в зависимости от этого контент, очередность, акценты будут абсолютно разными. Вот сейчас пробежимся по структуре, вот она совсем-совсем такая базовая, и то, что я рассказывал на предыдущих слайдах о том, что продуктовая презентация, инвестиционная презентация, они отличаются друг от друга, по сути, она отличается друг от друга акцентами, но вот эти вот основные, сколько здесь, 8 пунктов, они, ну, по сути дела, там, одинаковые, но акценты на них будут разные. Собственно, название компании, там, как вас зовут, ваши контакты, FIA, почта, e-mail, как с вами можно связаться, ну, и там, в первую очередь, описание. Описание вашего продукта в одно предложение. Важно попробовать донести одним предложением, несколькими предложениями суть продукта, что вы делаете. Если из, опять же, этого описания, из предложения можно выкинуть, удалить какие-то слова, и смысл не потеряется, значит, слова вам не нужны. И обязательно не нужно забывать рассказывать в самом начале про уровень проработки вашего продукта, на какой стадии вы находитесь. Бывает так, что вроде смотришь презентацию, все классные, красивые слайды, все логично, начинаешь задавать вопросы, коллеги отвечают, так у нас ничего нет, что у нас нет до сих пор, не знаю, минимального продукта, еще чего-то. Вот, поэтому в этом случае старайтесь сразу же говорить об этом. Ну, и вот здесь такой небольшой примерчик, как это может выглядеть. Моя компания, называется компания, предоставляет сервис, чтобы помочь описанию клиента, дальше решить описание проблемы при помощи чего-то, при помощи вашей технологии, секретного соуса. И сейчас мы на такой-то стадии. Вот несколько примеров, такие достаточно емкие и понятные. Letmart Marketplace по аренде строительной техники. Привет, меня зовут Такта Такта, мы Letmart Marketplace по аренде строительной техники. Сразу понятно, что делает компания, сразу же понятно, на каком рынке работает и так далее. В общем, это очень важно. Bartello – сервис для моментального заказа в барах и ресторанах. Тоже все кратко, емко, понятно, буквально в одно предложение. Можно поиграть со сравнениями, можно сравнить себя с кем-то, с кем-то понятным, с кем-то известным на рынке. Врум – агрегатор автомобильных сервисных центров, букинг для авто. Собственно, сервисный центр может записаться точно так же, как и забронировать отель на букинге. Сейчас это сделать сложнее, но когда-то было сделать проще. Но в любом случае, как пример сравнения, это работает. Следующий момент – профиль клиента. Очень важно рассказать и определиться с клиентским сегментом. Клиентский сегмент – это такая некая группа пользователей, которая объединена общей проблемой, без которой… И эта группа пользователей не может жить, не может существовать без вашего продукта. И вы, опять же, со своим продуктом можете закрывать эти проблемы и боли. Очень важно, что у вот этой самой группы пользователей должен быть какой-то мотив к использованию вашего продукта, чтобы была некая связь. Как выделить клиентский сегмент? От общего к частному. Плохой пример. Наша целевая аудитория – весь мир, мужчина и женщина, до 17 до 65 лет и так далее. Хороший пример – сотрудники такой-то компании, не знаю, какой-то достаточно узкий клиентский сегмент, возраст такой-то, такой-то, у которых есть дети. Сразу же сужаем, и в аудитории появляется у вашего слушателя, появляется понимание, кто это. Это он наш клиент. Пример компании Кэши. Аптечные сети от 30 точек, оборот от 1,5 миллионов рублей в месяц. Всего сегмент 60 тысяч аптек. И, соответственно, компания оперирует на этом клиентском сегменте. С продуктом определились, про продукт рассказали. Теперь рассказываем про проблему. Какая существует проблема? Собственно, должно быть понятно, должно быть описание какой-то настоящей боли. Если возможно, то какой-то короткий кейс боли. Несколько пунктов, обозначающих проблему, с которой ваш клиент потенциально сталкивается. Очень здорово, если вы расскажете какой-то личный кейс, личную ситуацию, с которой вы столкнулись, где у вас появилась эта боль. Ну и важно, опять же, в контексте ценности и проблему доносить в контексте каких-то осязаемых вещей в виде денег, времени, усилий и так далее. И вот несколько примеров. Сервис ВИМ. Покупатели и владельцы квартир тратят время и деньги на разработку интерьера при помощи дизайнера или самостоятельных редакторов. У ритейлеров есть проблема, и там ритейлеров, производителей мебели, банков, что есть низкая конверсия в продажу и борьба за внимание одного же клиента. Ну и ВИМ помогает эту ситуацию исправить. В Stafford крупные компании всего мира сталкиваются с следующими проблемами. Три проблемы. Договор долго согласовывать, подбирать персонал долго-дорого, опять же. Работа с частными рекрутерами тоже долго и дорого. Поэтому есть сервис Stafford, который закрывает эти проблемы. Собственно, подходим к решению. Рассказали про клиента, рассказали про то, с какой проблемой сталкивается ваш клиент. Собственно, теперь время рассказать про ваш продукт. В этом случае мы говорим про продукт, как он решает эту проблему, которая была раньше, про которую мы рассказывали раньше. Как работает ваш продукт, в чем ценность и все-таки какое ваше ценностное предложение. Какую ценность вы предлагаете идеально в деньгах, например, там тратили столько-то времени, теперь его они не тратят, экономят и, соответственно, зарабатывают больше денег. Вот сервис ВИМ. Что из себя представляет? Зайти на сайт, заполнить анкету, загрузить план своей квартиры и получить план мебели, калаш и смех. Не помню, если честно, название компании, но как описывают решения, собственно, клиент заходит на сайт, заполняет форму с требованием к команде, по нашей базе подбираем исполнителей, предоставляем команду. А, это сервис аутстаффинга. И в этом случае доход комиссии 10% от реализованных проектов. Конкуренты. Очень важно перечислить и рассказать про какие-то альтернативные решения и про ваши конкурентные преимущества, про ваших конкурентов, но, опять же, не бойтесь про это рассказывать, потому что, например, если вы общаетесь с инвестором и рассказываете про конкурентов, это же можно рассказать в контексте того, что такая действительно реальная проблема существует. Наши конкуренты уже научились на этом зарабатывать, даже уже привлекли какие-то раунды инвестиций, и мы тоже готовы, и наш продукт тоже готов работать на этом рынке. Кейс-компания с AppleBiz. Ну, вот такой пример, когда вы показываете основные моменты работы с вашим сервисом, показываете, кто у вас есть конкурент, и какие вы можете закрыть, в отличие от конкурента, какие направления вы можете закрыть. Да, еще один такой же пример. В целом, ну, как бы здесь ничего такого сверхъестественного, но нужно знать и понимать, кто ваш конкурент, чем вы лучше конкурентов, чем вы в реальности от них отличаетесь. Самое хорошее, если вы будете говорить, что это вы лучше них можете реально доносить, приносить ценность, опять же, в деньгах, во времени, еще в чем-то другом. Ну, и какой-то план развития execution, что у вас есть. Очень важно показать динамику развития вашего продукта, показать, например, что ретроспективно, что несколько месяцев назад вы были в точке А, сейчас в точке Б, за это время сделали то-то, то-то, то-то. Плохой пример, когда вы рассказываете, да, мы делаем этот продукт уже на протяжении нескольких лет, вложили несколько миллионов рублей, но по-прежнему находимся на стадии пресид, у нас нет клиентов, про это лучше не говорить. Если все-таки такая ситуация есть, то нужно, опять же, в какую-то историю завернуть, что исследовали рынок, за это время сделали несколько пивотов, разворотов и так далее. Опять же, кейс компании Bartello запустились в 2019 году, был там какой-то оборот, какие-то планы и так далее. Вот такой пример. Например, за 2,5 месяца акселерации сделали то-то, то-то. До акселерации был годовой оборот 700 тысяч долларов, но это только за 2 месяца удалось закрыть договоров на 260 тысяч долларов, отладили бизнес-процессы и так далее. То есть это показывает то, что вы действительно можете показывать результат, на вас можно полагаться, и там инвестор, вкладывая деньги в вас, может быть уверен в том, что вы их не потратите зря. Слайд с командой. Важно показать, что те люди, которые работают вместе с вами, действительно могут показывать тот экзекьюшн, который был на предыдущих слайдах, заниматься развитием вашего продукта также, быстро также и так далее. Вот. Здесь важно показать несколько ключевых фигур в компании, показать зону ответственности, какой-то бэкграунд, ну и необязательно, если там у вас в команде 20 человек, и нужно показывать и делать резюме на каждого, важно показать несколько ключевых фигур и как-то, может быть, совокупно показать опыт команды. Не знаю, я люблю пример, что там вот команда состоит из таких-то, таких-то человек, у нас закрыты все компетенции, соответственно, мы можем тянуть тот бизнес, который мы сейчас делаем. Есть компания Financist, ну вот здесь 10 лет совместной работы, есть компетенции основные SEO, Sales, Production, те, кто отвечает за Production, ну и там есть дополнительный FinExpert, который работал в четвертый пример. Ну и последний слайд, как с вами связаться, телефон, e-mail, соцсети и ответ на вопрос, а зачем вы делаете эту презентацию, для чего вы презентовались, свяжитесь со мной для того, чтобы принять участие вместе со мной, как соосновать в этом бизнесе, проинвестируйте в нас и так далее. Требуются инвестиции 20 миллионов рублей, чтобы добежать там до оборотов, 500 миллионов долларов, пример. Привлекаем 70 миллионов рублей для масштабирования на европейский рынок, есть контакты, связывайтесь с нами и давайте бежать вместе. Вот все на самом деле просто, логично, вот действительно сказал логично и понял, что все-таки здесь самое важное – это вот это вот преследовать логику. Первое, еще раз, это определиться с тем, кому вы идете, кому вы питчете, зачем вы питчете, ну и все-таки соблюсти структуру некую, и важные акценты в зависимости от тех целей, ради которых вы делаете презентацию. Ну и несколько лайфхаков, и будем переходить уже к нашей части интерактивной. Да, первое, не экономьте на дизайнере, потому что, ну то есть самое первое, на что обращают внимание, это вот на то, как выглядит презентация, и если она выглядит достаточно странно и, так сказать, ляписто и так далее, то не факт, что захочется листать дальше, смотреть, разбираться, вот, поэтому используйте такой понятный, легкий и лаконичный дизайн для того, чтобы перейти уже к такому, заинтересовать еще раз, заинтересовать вашего потенциального, не знаю, клиента или инвестора. Очень важно убить в себе робота и действительно выстроить диалог, выстроить диалог с людьми, не защищать диссертацию и рассказать про ваш бизнес, рассказать про вашу компанию, ну то есть сделать в формате вот такого действительно рассказа. Такой пример, я его там люблю использовать, вас должна понять и пересказать любая бабушка, ну это достаточно утрировано, но речь о том, что все должно быть просто, понятно и лаконично, и самое главное логично. Если вы выступаете вживую, особенно перед аудиторией, добавьте какую-то изюминку, чтобы люди и аудитория запомнила, добавьте, не знаю, какую-то что-то в презентацию, какую-то историю, шутку, может быть, какой-то спецэффект, продемонстрируйте ваш продукт, если вы там делаете какую-то железяку. Это тоже важно, и это позволяет сакцентировать внимание и вас запомнить. Постарайтесь говорить уверенно, если мы говорим про инвесторов, то инвесторы любят уверенных людей. Если вы волнуетесь, вы переживаете, да, мы все волнуемся, переживаем, это нормально, но, к сожалению, ваша неуверенность, она перекладывается на неуверенность вас в вашем проекте, в вашей компании, и поэтому это может заложить негативное влияние. Поэтому, ну а что здесь? Здесь нужно просто тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Если вы выступаете в зум, то для того, чтобы оставаться энергичным все выступление, постарайтесь выступать стоя, сидим и расслабляемся, но стойка, если там вы выступаете стоя, позволяет вам держаться, вас держать в тонусе. Ну и мой последний слайд моего контента. Не используйте слишком сложные схемы, непонятные схемы, потому что у вас, как правило, мало времени, а сложные схемы требуют долгого, сложного объяснения, и есть риск потерять это время, потратить его не нужно, потратить его впустую и не донести то, что вы хотели сказать. Ну и вот мои контакты, они будут в презентации, вы можете найти меня в LinkedIn, можете найти меня в Telegram, писать мне, задавать вопросы. Ну а сейчас давайте переходить, я даже уложился в то время, которое хотел. Теперь давайте переходить к практической части. Вопрос к организаторам, где можно получить презентацию, она будет у них. Так, ну что, тогда давайте переходить к нашей практической части. Что мы сейчас делаем? Если вы хотите сейчас выйти в эфир и сделать презентацию, сейчас в режиме реального времени, давайте попробуем разобрать несколько презентаций, напишите в чат, кто хочет это сделать, мы выберем несколько человек, после этого вам придет сюда же в чат ссылка, и можно будет выйти ко мне в эфир, и я дам обратную связь на вашу презентацию. Миша, спасибо, пока что, пока участники пишут свои пожелания, отвечу на вопрос по поводу записи презентации. Да, мы запись делаем, презентацию тоже вам скинем, они все будут в чат-боте, который, кнопочка есть прямо под видео. Вот можете подписываться на чат-бот, и мы туда скинем и презентацию, и видео с этого вебинара. Также записи других вебинаров тоже будут публиковаться там же. Так, Миш, тут спрашивают инвесторы продуктовой презы. Мне кажется, можно любую сейчас потестировать. То есть у вас есть возможность просто сделать пич и получить обратную связь. То есть можете это сделать без сверхподготовки, а просто зная свой продукт и рассказать о нем. Так что, Владимир, не переживайте. Даже если вы не подготовились, вы можете пропичить с теми знаниями, которые у вас есть. Алексей, да, дадим вам 5 минут. Сейчас вам в личку скинут ссылочку на Zoom. Вам нужно будет по ней перейти. А в Бизоне, где вы сейчас сидите, либо его закрыть полностью, либо выключить звук. Можно без презентации, можно сделать только сам пич. Спасибо. 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 Да, тогда смотрите. Мы отправляем ссылку для пича Алексея Чистякову, Юлия, Владимир Кулаков и, Светлана, если вы готовы, то вас тоже приглашаем припичить. Вот у нас сейчас появилась Юлия, мы ее добавили. Если Юлия готова уже выступить спичем, то давайте начнем. Так, добрый день, добрый день, Добрый день, Михаил. Меня зовут Юлия. И сегодня я расскажу вам… Юлия, секундочку, давайте сейчас мы дождемся. Юлия, давайте, все, подгрузилась. Давайте чуть-чуть я дам вводную. Смотрите, я предлагаю, то есть в рамках тайминга, давайте попробуем уложиться в 3 минуты в презентацию. Я прямо засеку таймер. Когда 3 минуты закончатся, я вам скажу, время закончилось. Давайте смоделируем реальные условия. И потом в течение, наверное, 5-7 минут я постараюсь дать фидбэк и пообсуждать ваши материалы. Все, давайте поехали. Хорошо. Добрый день, я Юлия Лесная, и сегодня я расскажу вам про решение Proptech Online. Отечественную облачную модульную IT-экосистему для управления всем жизненным циклом строительства. Проблемы в строительстве известны давно. Ни один большой дом и ни один большой труд не были готовы к намеченному сроку. Сегодня средний срыв сроков более года, а это потери на каждой квартире от 1,5 миллионов только на пенях по ДДУ. Мы разработали решение, закрывающее задачи на всем жизненном цикле девелоперского проекта. От пред-девелоперта до передачи объекта в эксплуатацию. Решение обычное, модульное, работает в любых браузерах, на любых мобильных устройствах, на планшетах. Также есть мобильное приложение. Функционал модулей доступен в зависимости от роли пользователя. Полный пакет инструментов для управления строительным проектом включает в себя управление качеством, сроками, финансами, обслуживающими процессами и инструменты повышения эффективности. От конкурентов наше решение отличает методологию процесса проектного управления и глобальный охват завоторского цикла, в то время как они решают только узкие задачи. Наше решение предлагается как продажа методологии и продажа лицензий по модели САА. Эффективность решения уже подтверждена результатами внедрения. Вырастают темпы и объемы строительства. Объемы строительства выросли в 8 раз, а компания смогла масштабироваться в 18 раз в денежном выражении. При этом сократить время на поиск информации в 5,5 часов до 30 минут к чертежам сразу платить на строительную площадку, а еженедельные планерки сократились в 3,5 часов до 40 минут. Это плюс один день для продуктивной работы недостаточно на строительную площадку. Эти слайды мы здесь опускаем. Экономический эффект от нашего решения это экономия до 10 миллионов рублей за счет сокращения времени простой на строительной площадке. В 2020 год мы работали 10 готовых модулей и 6 наших клиентов, агент подрядной и подрядной организации, обслужили более чем 750 тысяч квадратных метров с помощью нашего решения. В прошлом году мы разработали два новых продукта и достигли показателя в 1 миллион 800 тысяч квадратных метров под управлением. У нас уже есть успешный опыт с крупнейшими компаниями строительства и на сегодняшний день закрыты все компетенции. Мы финалисты и победители многих аксессионных программ, что доказывает интерес отрасли к нашему решению. Давайте строить новый цифровой мир вместе. Спасибо. Да, Юля, спасибо за презентацию. Можно было еще что-то рассказать. Сразу извинилась, она немножечко, как это, немножечко не та, да, там было несколько лишних слайдов. Да, ничего страшного. Ничего страшного. Вы уложились в, там, две с половиной минуты, поэтому можно было еще что-то рассказать к минимуму на протяжении 30 секунд. Вот, смотрите. Можно было бы добавить запрос, да, если бы это было что-то конкретное, да. А вот для чего эта презентация? Для чего у вас эта презентация? Здесь эта презентация была в рамках агентства стратегических инициатив, и там был запрос на пилотный проект и, соответственно, на информационную поддержку со стороны агентства. Там вот как раз слайдик, который я пропустила, это описание пилота и запросы к агентству. Окей. Хорошо. Смотрите, тогда комментарии следующие. Вот такой большой-большой первый комментарий, о чем можно сказать и полезно было бы сказать. С учетом ухода с рынка сейчас больших иностранных игроков типа Autodesk, Procora, Bentley и так далее, есть большое поле для импортозамещения. Поэтому можно поговорить еще в этом контексте, особенно в текущих реалиях. Я тему хорошо знаю, с одной работаю с несколькими construction тех компаниями, в том числе такого рода продуктами мы пилотируем сейчас. Поэтому рынок понимаю и знаю, и тут особенно я бы отметил вот этот момент с учетом ухода больших игроков. Это такой большой первый комментарий. И в целом, если вы, например, выступаете, будете выступать и будете говорить про эту историю с потенциальными клиентами, не знаю, с частными компаниями, еще с кем-то. Можно сделать на это акцент, сказать, что нужно будет переходить на отечественное ПО, скорее всего, там, если вы там, особенно, какая-то структура связана с государством, либо близко к государству. А вот у нас есть хороший продукт. В общем, это такой небольшой контекст, который можно добавить. Чего мне не очень хватило. Первое. Это как-то так получилось место в карьер. Например, если люди не в контексте, если, опять же, например, в строительной компании вы будете общаться, то в целом будет понятно, что вы делаете. Но если вы выступаете, например, перед людьми, которые не в контексте, все-таки их лучше погрузить в него, начать с такого краткого, как я уже показывал на слайдах, емкого описания продукта, что вы делаете, и после этого уже уходить детали, какие-то модули дополнительные, которые закрывают разные жизненные циклы строительного проекта для подрядчика и так далее. В этом случае еще не очень понятно, кто ваш клиент все-таки, кто ваш конкретный клиент. Да, есть строительная компания, есть большая компания какая-то, но все-таки кто это? General contractor, генеральный подрядчик, кто-то. Либо это люди, которые работают внутри этой компании, и кто это конкретно. Про это тоже рассказать важно, потому что, например, если вы, опять же, если посмотреть с двух сторон, если вы будете общаться, например, с точки зрения инвестиций, то это тоже понятно, в смысле, это должно быть понятно, потому что все-таки кто ваш рынок и кто ваши клиенты. И с другой стороны, с точки зрения использования, все-таки кто LPR, кто будет принимать решение о том, чтобы пользоваться продуктом, непонятно. Вот, про это сказал ценность. Я бы показал, вот у вас были там слайдики, несколько слайдов с логотипами. Все-таки у меня не сложилось впечатление четкого, а все-таки первое, кто уже пользуется вашим продуктом, это первое. Ну, то есть это там было, но это вы так быстро проскочили, я даже не успел понять. На этом, это тоже очень важно. Первое, определились, рассказали, что у себя продукт представляет, какая проблематика, кто пользуется. Дальше уже подтвердить эту тему. А вот логотипчики, вот компании, которые уже этим пользуются. Вот, поэтому действительно продукт работает. И в этом контексте еще с логотипами можно показать какую-то ценность. Какую действительно вы ценность принесли вашим клиентам, какой может быть, ну, не знаю, какие-то болевые точки, которые вы помогли им закрыть, сколько они дополнительно денег там заработали или еще что-то, благодаря использованию продукта. В контексте, да, понятно, что ты под NDA, но это важно. Вот, и первое, еще забыл сказать, в самом начале я бы на вашем месте еще добавил, а все-таки на какой стадии находится продукт, что у вас есть сейчас, потому что пока вы не дошли до слайда с известными клиентами, вот, то было непонятно. Вот, вот такие мои комментарии. Михаил, спасибо. Если можно, хотел бы показать еще вот такой слайд. Он у нас используется в начале инвест-презентации. Мне кажется, что он как раз отражает то, что вы говорили, что здесь как раз есть трекшн того, что у нас сейчас есть, да, и что... Вот здесь, смотрите, вот здесь в целом неплохое описание продукта, вот, такое краткое, но я думаю, что это можно сделать еще короче, строительное, разрабатывать строительную IT-экосистему, ну, как-то громоздко звучит, чтобы помочь девелоперам, генподрядчикам решать вопросы организации, контроля. Ну, в общем, лучше сказать, что как бы это не просто IT-экосистема, но это достаточно сложно, громоздко звучит. Я бы рассуждал в контексте продукта. Что у вас есть один продукт, PropTech Online, который позволяет контролировать, управлять строительным процессом, вот. И, кстати, знаете, еще вот про методологию здесь есть? Я не понял, а что все-таки вы, что из себя представляет продукт? Вы даете какую-то методологию, либо у вас, ну, то есть есть и методология, и продукт, но вот в этом контексте методология, она как-то, ну, за рамками осталась, и остались у меня вопросы. Что это такое-то вообще? Могу ответить, да, у нас не только IT-инструментарий, там, 10 модулей, 2 готовых отдельных продуктов, но в том числе и методология правильного построения бизнес-процессов, то есть у нас не просто коробка, которую мы отдаем клиенту, а мы настраиваем процессы таким образом, чтобы коробка в компании работала, да, то есть не, ну, точно, как это, не пришли, отдали продукты, сказали, ого, там сами разбирайтесь. Мы, соответственно, внедряем такой продукт, который будет работать в компании, и у нас уже есть утвержденный опыт, что у нас остается более 90% клиентов, продолжает пользоваться нашим продуктом, у нас высокий retention, что говорит о том, что действительно наш продукт оказывает заявленные свойства. Угу, хорошо, да, собственно, все, спасибо за презентацию. Спасибо за комментарий, учту. Да, желаю вам успехов. Спасибо. Алексей и Светлана, предлагаю Алексею, так как он первый писал. Да, Алексей, приветствую, рад снова видеть. Да, добрый день. Много раз, да. Много, да, и даже очно, и в Перми, я помню. Так, сейчас, секунду, я запускаю слайд-шоу и делаю демонстрацию экрана. Все, всем добрый день. Мы – платформа маркетинговой аналитики, SaaS, решение для B2B-сектора, точнее, для рекламных агентств. Мы уже сделали как минимум один пивот, достаточно большой, мы ушли с рынка девелоперов-светестройщиков, на котором предыдущий оратор присутствует, потому что там слишком долгий период онбординга, и мы застревали в каждом проекте по полгода. На это потратили очень много времени и сейчас перепилотились. Основная проблема, которую мы решаем, это проблема недоступности глобально качественной аналитики для сегмента среднего и малого бизнеса, а в частности для рекламных агентств, которые занимаются десятками, сотнями клиентов и которые не могут собрать свою маркетинговую аналитику в каком-то удобовремом виде. Все текущие системы сквозной аналитики делятся, по сути, на две большие части. Первое – это практически коробочное, как говорила Светлана, решение, в котором нельзя практически ничего настроить, то есть выдали и работай. И второе – это большие корпоративные структуры, которые нужно ставить, покупать, анбордить, и не очень стоит дорого, и поддержки тоже очень дорогие. Серединки нет, и мы чувствуем, что, в принципе, можем попытаться занять этот сегмент, решив, что у нас есть готовые технические решения, когда мы можем сделать сложную модель аналитическую, но все-таки тарифицировать ее для SMB. Соответственно, наше решение – это в том, что мы делаем дашборды и аналитическую систему, единую коробочную, с уже упакованным туда, соответственно, ETL-сервисом, ну, то есть с сервисом загрузки данных. У нас куча коннекторов больше 60. У нас есть трансформация-нормализация данных. И самое ключевое решение – это, соответственно, мы его сейчас визуализируем и даем готовый дашборд. Ну, то есть человек, решивший подключиться к нам, может подключить его там в период от двух дней до недели максимум. Ему не нужно писать ТЗ, ему не нужно делать, соответственно, ничего, думать. То есть мы ему даем готовое решение. А так как это решение типовое, то есть оно отраслевое, то мы уже потренировавшись больше, чем на 10 агентствах, знаем, что нужно будет следующему агентству с очень высокой долей вероятности. Соответственно, продукт у нас уже готов. Это не MVP, это работающее приложение. Market Size мы оцениваем, ну, в России небольшой, к сожалению, потому что рынок резко схлопнулся, и мы действительно на нем потеряли клиентов. Некоторые из них просто умерли. Мы сейчас ориентируемся на Европу и пытаемся найти инвесторов на раунд для того, чтобы с пресс-ит стадии выйти на рынок. Наши известные конкуренты тут перечислены – это Dlerity, Funnel, TopClicks и Improvada, тоже с российскими основателями. Они как раз ориентированы на корпорат-сектор. Модель подписки у нас есть фремиум. Мы считаем, что это поможет нам маркетингам и продвижениям. Мы даем часть функционала совершенно бесплатно, потому что мы придумали, как сделать непожирающую серверную емкость продукт и отдаем его бесплатно. А остальное у нас идет по подписке. Да, время, к сожалению, стекло. Буквально пару тезисов еще и пообсуждаем. Все окей. Тут план развития, соответственно, затраты и выручка. Конкуренты наши – это то, что я уже перечислил, здесь более подробно указаны. Команда, собственно, Интропор-компания. Мы существуем уже на рынке, у нас уже есть клиенты, ну и, соответственно, запрос на раунд. Да, спасибо за презентацию. Собственно, первое – это инвестиционная все-таки презентация, да? Ну, то есть запрос – цель презентации? Да, это запрос на инвестицию, да. Соответственно, презентация, она очень подробная, детальная, с мелким шрифтом для того, чтобы ее рассылать в пост. Как раз почему у меня нет под рукой питча, который для выступления. Ну да, это вот один из моих комментариев был, что все-таки это больше похоже на презентацию для отправки. Вот, и как бы в этом случае, ну да, все так, это могут быть совершенно разные презентации, потому что вот в этом случае там много текста воспринимается достаточно сложно. Вот, теперь по самой структуре. В целом структура там хорошая и там все в порядке, чего не очень хватило. Первое – это, да, там как бы в самом начале был рассказ все-таки про продукт, что он из себя представляет. Ну, можно пробежаться там с самого начала? Да, конечно. Самый первый, еще раз, еще раз, вот самый-самый первый, самый-самый вообще титульный. Так. В общем, вот, как бы мне хотелось бы, на самом деле, если там вот это видеть, то, может быть, вот там, если бы я увидел этот первый слайд, то хотелось бы, может быть, какого-то более понятного, четкого описания, что это такое, decision-making analytics platform, что она из себя представляет, ну, то есть, что это конкретно. Ну, то есть, вот, как бы описание немножко, ну, такое, общее, пространное, я бы его как-то усилил каким-то более четким описанием того, что это такое. Вот. Да, понятно, что там это будет дальше, но чуть-чуть этого в самом начале не хватило, и, может быть, как бы у меня чуть-чуть потерялось восприятие и контекст. Вот. Ну, и, конечно, там, опять же, так все в колес, но презентация на английском, вы рассказывали на русском, соответственно, сложно чуть-чуть переключаться и читать, но, то есть, это тоже не очень было понятно. Можно дальше? Да, следующий слайд. Да, здесь вот мне понравилась хорошая, хороший тезис, что вот, может быть, как-то это визуальнее чуть-чуть показать и усилить. Мне понравилось, что вот, как бы, вот это пустое место в виде, там, сегмента, который, который можно занять под ваш продукт, это хороший, хороший тезис. Вот. Ну, и такое общее, наверное, предложение по презентации, может быть, добавить каких-то больше визуальных моментов не текста, вот, потому что текста реально много, и читать сложновато. Вот. Поэтому я бы здесь больше добавил каких-то визуальных штук, не знаю, может быть, каких-то логотипов, может быть, каких-то больше информации, не знаю, может быть, каких-то больше не то, что информации, каких-то моментов. Вот, на самом деле, когда были скриншоты, не знаю, мне глаз порадовался и стало более приятнее, понятнее. Вот. И про стадию продукта, может быть, даже про какой-то трекшн сказать в самом начале. Ну, потому что продукт действительно интересный, стадия хорошая, но про стадию было уже где-то ближе к концу, когда уже там время почти закончилось. И про это лучше сказать в начале. Может быть, сказать, что вот мы такая платформа, что у нас уже есть такой-то поток клиентов, не знаю, буквально там несколько предложений и так далее. Вот, можно дальше? Здесь? Еще, да, такой общий, наверное, комментарий. Я бы, на самом деле, сделал какой-то еще слайдик про, может быть, даже это здесь, рассказать про какую-то ценность, какую-то более четкую, осязаемую в деньгах, либо, не знаю, ну, в чем-то, в чем все-таки, ну, то есть вы помогаете экономить, помогаете быстрее, ну, действительно, принимать более взвешенные и понятные решения. Вот, и как бы вот такого тезиса, ну, как бы он не считывается, поэтому его я бы сюда куда-то добавил. Вот, вот, дальше можно. Да, это отличный слайд. Да, здесь я бы разбавил логотипчиками. Вот, в целом, как бы, если это презентация для отправки, можно разнести на разные слайды, рассказать про рынок, не знаю, показать, может быть, какой-то график, показать диаграмму, показать, какую часть рынка вы можете занять. И, да, вот это хороший пример, investment activity, в плане того, что вы, как бы, показываете каких-то своих конкурентов и, с другой стороны, рассказываете про, в контексте того, что они подняли столько-то денег, значит, рынок активный. Но здесь важно тоже, как бы, не переусердствовать и не показать, что рынок перегрет. Потому что там несколько, по крайней мере, какое-то время назад считалось, что-то все-таки так, как рынок немножко перегрет, сейчас, конечно, ситуация сильно изменилась, но в любом случае. Дальше можно, пожалуйста. Да, здесь, здесь ок. Так. Premium module. Окей, да. Да, наверное, все. Таких больше комментариев общих нет. Вот, наверное, все. Слайд с командой мы не успели пройтись, но я там краем глаза увидел. Мне кажется, все ок. Спасибо. Спасибо большое. Передаю слово Светлане. Все. По портфолио. Четыре портфолио. Да. Я расскажу про нашу идею создания такой единой цифровой карьерной среды для единой, для системы образования и рынка труда, с инструментами самыми разными, в том числе социальной сети, введение в портфолио, презентация, хард-ресоскелс, заполнение цифрового профиля, поиска специалистов и, естественно, поиск работы. То есть вот у нас это все выедено. Как мы развивались? Сначала у нас появилась идея создать веб-портфолио, потому что я на тот момент была проректором по информатизации в техническом моде, и этого явно не хватало для презентации наших ребят на рынке труда. Мы получили грант РГНФ, затем стали регистрироваться пользователи, школы, вузы, колледжи. И в 2019 году мы пришли в Афри, потому что мы как-то уткнулись в потолок, мы не понимали, как нам дальше развиваться. Собственно, там нас вывели на рынок труда, мы создали постепенно вот этот новый комплект инструментов, затем прошли на архипелаг, прошли вот недавно это два в Сколково, и, собственно говоря, у нас сейчас такой серьезный комплекс, включающий в себя работающих на портале пользователей, образовательных организаций, корпораций, и сейчас мы начинаем работать с такими центрами, как «Моя карьера» в Москве. Что мы решаем? Какие проблемы решения и в чем конкуренты? Ну, во-первых, на рынке труда своя цифровая среда, куда нет доступа, допустим, к преподавателю для подтверждения навыков студента, и существует отдельная среда в вузах, в которую нет доступа работодателям. И, собственно говоря, вот наше решение позволяет объединить эти две цифровых среды воедино. В настоящий момент на портале зарегистрированы как образовательные организации, так и организации обучающей целевых студентов, это у нас сейчас идет пилот с Ростехом, работодатели для поиска работников с помощью портфолио и диагностики soft skills, но и бесплатно пользуются пользователи, совершенно любые, от школьников до профессионалов. Мы предлагаем как бы два раздела решений. Это вот наше старое, с которым мы пришли в свое время во фри, это конструктор портфолио, это возможность вузами в вузах управлять, анализировать, формировать цифровой профиль, конструктор рейтинга, диагностика soft skills, социальная сеть, там общение, взаимодействие, комментарии. Ну и сейчас мы сделали новый раздел, это четыре портфолио работа, и как раз там вот с помощью цифрового профиля идет объединение вот этих двух цифровых сред. Как это все работает? Цифровой профиль, вот он в таком виде, его можно в PDF распечатать, его можно отсылать по e-mail, и здесь он постоянно наполняется, в зависимости от желания человека. Здесь размещается стандартное резюме, ссылка на веб-портфолио, можно видео-резюме, портфолио вот здесь видно, представляется вот такой многостраничный сайт, фото, видео, анимации, презентации. На портале бесплатная диагностика soft skills, и вот в таком формате она визуализированно выходит, ну, любая дополнительная информация. И можно ссылку на профиль тоже предоставлять работодателям, вот в отличие от HeadHunter, в котором это все закрыто. Ну, и для образовательной организации у нас подключение к течении одного дня, решение уже опробировано, прошло, так скажем, всякие Рособорнадзоры, они управляют, модерируют, делают рейтинги, анализируют, содействуют трудоустройству, и портфолио, когда студент оканчивает вуз, в чем основная идея нашего. Светлана, прошу прощения, у вас время вышло, три минуты вышло, к сожалению. Да, вот я здесь просто показала, что существует HeadTech направление и HR Tech, и наша задача дальнейшая – это масштабирование, выход на рынок СНГ. Мы знаем, что есть такая потребность, но и на зарубежной рынке у нас уже зарегистрированы англоэтичные сайты. Ну и все, команда, так скажем, системы образования и бизнес. Все, спасибо. Да, спасибо за презентацию. Такой общий вопрос первый, а все-таки для чего презентация у вас? Ну, это презентация, вы сейчас сказали, я быстренько собрала для презентации продукта, но и, собственно говоря, мы делаем регулярно презентации, там, по-большему я делаю, для инвесторов. Смотрите, на самом деле, она очень сильно перегружена разным контентом, если вы с ней выступать, то она очень, вот сейчас она очень сложно воспринимается. Вот если бы, например, вы мне отправили по почте ее, то, может быть, у меня было бы немного другое мнение, но все же, когда вы выступаете, презентация нужна для того, чтобы дополнять вас, какие-то акцентировать внимание на каких-то основных тезисах, вот, ну, в этом случае выглядит достаточно перегруженно и сложно для восприятия, это первое. Второй комментарий. С самого начала не очень хватило понимания того все-таки, о чем речь, что из себя представляет продукт. Попробуйте это, у вас это точно где-то было внутри слайдов, но вот такого краткого, емкого, понятного описания продукта его не хватило. Вот. Ну, здесь на самом деле по всем слайдам достаточно много можно проходиться. Вот, например, вот этот слайд верните, который был с кем-то, с облачком. А с облачком там, где для... Следующий, по-моему. Ага. Вот, например, возьмем этот слайд. Здесь вот по сути дела вот все, что написано в качестве описания, но это не нужно. Это вы можете потом рассказать, в первую очередь рассказать о том, что вот эти вот есть шесть основных модулей, даже не модулей, шесть основных тезисов, шесть основных направлений, с чем вы работаете. Да, и как бы это понятно, уже понятно, и не нужно вот такого емкого большого описания. Вот, теперь давайте пройдемся по предыдущим еще слайдам. Да, в самом начале тоже такой же комментарий, как и раньше. Непонятно все-таки, что из себя... Вернее, непонятно, на какой стадии находится продукт. Вы сказали, что вы проходили акселератор фри. Расскажите, наверное, полезно, наверное, рассказать. Ну, опять же, в каком-нибудь контексте, я не знаю, надо его придумать отдельно. Все-таки какой... Какую ценность там, что вы подчеркнули для себя, как он вам помог, там, еще что-то. Ну, я имею в виду, что показать какой-то трекшн, там, до и после. Вот. Ну, либо просто в каком-нибудь это показать контексте, потому что в целом это очень хорошо на рынке воспринимается. Вот. Да, вот эта вот дорожная карта, она тоже достаточно сложная для восприятия. Лучше бы, как бы, лучше рассказать про какую-то проблему, вернее, лучше рассказать про продукт, рассказать про проблему, чем использовать время на какой-то большой-большой родмап. Ну, либо вот эту историю разбавить. Вот здесь вот важно, что у вас в самое... Ну, то есть, что на текущем году у вас 145 тысяч пользователей, про это можно сказать ближе к концу, когда будете, например, рассказывать про трекшн. Вот. Наверное, все. У меня так больше комментариев нет, у нас просто выходит время, и нам нужно послушать еще одну презентацию. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо. Добрый вечер, уважаемый. Последний выступающий. Видно презентацию? Видно. У вас есть три минуты. Спасибо. Спасибо. Соответственно, я представляю компанию ITO-LSV. Мы разработали программное обеспечение Petrolar. Соответственно, это геомеханика, то есть мы снижаем затраты на буение и делаем буение без аварии. Обычно в процессе буения, если посчитать статистику, то 26% тратятся на непродуктивное время. То есть простои буровой бригады и, соответственно, достаточно значительные затраты. К примеру, сутки буровой бригады на суше стоят 2 миллиона, а в море до 1 миллиона долларов. Соответственно, поэтому значительные расходы нефтегазовых компаний приходятся на непродуктивное время и за счет обрушения ствола скважины. Мы разработали софт, и у нас есть достаточно новые технологии, которые отсутствуют у конкурентов. Даже, к примеру, компания Schlumberger, Бейкер и другие. То есть мы учитываем анизотропию. У нас есть расчет коэффициента био, уточненные упругие свойства из троупругого моделирования. И мы можем снизить затраты на буение вот именно непродуктивного времени на 14%. Давайте посмотрим, какой же рынок. Справа картинка – это статистика по Газпромнефти. Соответственно, в Газпромнефти мы считали общее количество скважин, средняя стоимость буения и стоимость нестабильности. То есть стоимость нестабильности – это 29 миллиардов долларов за год. Соответственно, рынок общемировой гораздо больший. И если мы возьмем веса компаний, то, в принципе, мы можем получить доступ к 3 миллиардам рублей. Здесь опять статистика по именно компании Газпромнефти, так как это презентация для акселератора. То есть стоимость буения, стоимость непродуктивного времени и эффекта от наших технологий составит 3,2 миллиарда рублей. Какой потенциал мы закрываем? Это геомеханическое моделирование, моделирование анизотропии и петроукруга моделирование. Соответственно, наш продукт для газовых компаний, нефтегазовых компаний и для сервисных компаний, которые оказывают услуги. Мы уже закончили написание модулей. У нас есть первые клиенты, подписанный контракт с Винтершелл, который мы уже закрыли. И, соответственно, планируется интеграция с другими платформами. К сожалению, время вышло. Три минуты вышло. Так. Тогда нам необходимы инвестиции порядка 70 миллионов рублей и ожидаем рост к 2025-му выручки до 350 миллионов. Спасибо за внимание. Давайте сделаем бурение безаварийными вместе. Спасибо за презентацию. Ну, в целом, не очень сразу же было понятно. Можете первый слайд открыть? Самый-самый первый. Снижаем затраты и делаем бурение безаварийным. Вот даже на протяжении трех минут я до конца не понял, что все-таки, что из себя представляет ваш продукт. Что это? Мы предлагаем, разработали софт и предлагаем сервисы нефтегазовым компаниям. Все равно непонятно. Какие сервисы? Сервисы по расчету стабильности ствола скважины. Ну, то есть это какой-то искусственный интеллект, который делает... В том числе мы и есть элементы, но это в целом математика и именно учет анизотропии, учет всех мод обрушения, к примеру, у нас... То есть вы это вручную командой делаете? Это что-то вроде консалтинга? Это консалтинга? Нет, мы разработали ПО, там есть искусственный интеллект еще внутри, но это в целом довольно-таки сложная математика, которую мы реализовали. И у нас есть отличие от конкурентов, то, что мы учитываем коэффициент био, они его аппроксимируют как единицу, и, соответственно, учет анизотропии, которую пока не делает ни Швенберже, ни Эмерсон, ни другие крупные компании. То есть это довольно-таки серьезные научные разработки, которые были нами внедрены. Спасибо. Да-да-да, я понял. Хорошо. Смотрите, вот это вот, по сути дела, самое важное, о чем нужно сказать. Вот вы потренируетесь все-таки поговорить с точки зрения продукта, что из себя представляет ваш продукт, потому что вот на протяжении трех минут, к сожалению, было непонятно, что он из себя представляет. Там снижаем затраты, делая курение безаварийным, ну это звучит как, извините, лозунг какой-то. Вот, поэтому я бы этот лозунг переформатировал в сторону реального описания продукта. Вот, на пятом слайде у вас очень-очень сильно спряталось. Чемпионат, откройте, пожалуйста. Вообще, по сути, это самое важное, что есть на этом слайде, но самое маленькое. Экономический эффект. 3,2 миллиарда. В общем, вот этот экономический эффект, нужно, наоборот, вывести вперед и уже строить описание продукта, описание ценности с точки зрения экономического эффекта, с точки зрения, откуда он возникает. От одной буровой платформы. Он возникает на всю компанию в целом и так далее. Это очень важно. Вся компания в целом за 2020 год. Это «Газпромнефть» за 2020 год с учетом буения, вот то, что у них в официальном... Это эффект какой? Эффект на EBITDA или на что? Какой эффект? Эффект – это оценка ихних потерь. Соответственно, да... Не, подождите. Они теряют 3,2 миллиарда рублей, то есть могут их зарабатывать. В общем, вот еще один тезис. Смотрите, еще один тезис, про что подумать нужно, это экономический эффект и как его представить. Вот, наверное, все-таки два больших фундаментальных комментария. Первое – это описание продукта и второе – это экономический эффект, откуда он берется, какой он в реальности, на что влияет и от чего зависит. Вот. Коллеги, все. На этом все. Спасибо большое. Да, не за что. Спасибо вам. Да, коллеги, на этом, наверное, все. Есть мои контакты в презентации. Некоторые люди мне уже даже написали в Телеграме. Добавляйтесь в Линкдине, пишите вопросы. Спасибо за приглашение. Миша, спасибо большое. Мы, к сожалению, больше принять, послушать пичи не сможем. Извините, по таймингу уже немножко выбились. Запись вебинара будет в нашем чат-поте. Подписывайтесь по кнопочке ниже, либо мы сейчас в чатик скинем. Также регистрируйтесь на экспертную сессию, если вы хотите поговорить о своем проекте бизнеса с экспертами Акселератора Фри. Экспертная сессия пройдет 29 июля. Также у нас есть еще большой чат участников всех наших мероприятий. Называется он Фри Нетворк. Тоже приглашаем вас к нему присоединиться. Там вы сможете познакомиться с предпринимателями, обменяться опытом, найти себе потенциальных клиентов или партнеров. Вот. Все материалы с сегодняшнего вебинара мы выложим обязательно. Если у вас есть вопросы к Мише, я думаю, он не откажется на них ответить. Надеюсь, что сегодняшний вебинар был для вас полезен. Оставляйте свои отзывы, комментарии. Будем ждать вас на следующей неделе на вебинаре с Дашей Менгалиевой. Будем говорить про то, как найти маркетолога себе в команду и как сделать так, чтобы у вас все было классно, продажи запустились. На этом, наверное, все. Я буду прощаться. Всем спасибо. До скорых встреч. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова